Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что наши исследования показывают то, что оптимизация масличного сектора в Украине могла бы быть достигнута через развитие и формирование отдельного сектора подсолнечного масла на мировом рынке растительных масел. Это достаточно новая идея, это долгосрочная программа, по крайней мере, на 5-10 лет, но анализ аналогичных проектов, которые осуществлялись, они показывают, что данный проект, инвестиции в данный информационный проект окупятся многократно. Одной из целей таких проектов должно быть то, чтобы ценообразование в секторе подсолнечного масла имело бы свои собственные факторы, а не было следования за теми маслами, которые занимают гораздо большую долю в общем производстве и потреблении. Спасибо. Спасибо.